Всем привет, на связи МК. 21-й год выдался не лучше 20-го. К коронавирусу добавился еще и дефицит всего и вся. И несмотря на то, что Китай дал леща майнерам и заставил их разбежаться по всему свету или продать все свое железо, цены на видеокарты все еще выше рекомендованных в полтора-два раза. При этом тенденция на удешевление уже есть, и на ютюбе начали появляться первые сборочки, а некоторые задумались о покупке нового ПК или апгрейде старого. А так как в прошлом видеокарты покупали только майнеры, цены на остальные комплектующие начали снижаться. И сейчас отличное время, чтобы собрать за дел годного игрового ПК на будущее и позже уже докупить видеокарту. И все мы знаем, что ключ к хорошему компьютеру это покупка правильного процессора. И сегодня мы как раз поговорим про то, какие процессоры не стоит рассматривать к покупке в 2021 году. Я думаю, вам будет интересно. Поехали. Первая версия архитектуры Zen, появившаяся аж 4 года назад, принесла в десктопы 6 и 8 ядерные процессоры. Однако на старте продажи не стоили дорого, что делало 4-ядерные решения Intel того времени, пусть и медленней, зато выгодней. Особенно если учесть, что первые Ryzen тянули игры ощутимо хуже. Тут сказывается и сырость платформы и архитектуры, и невозможность работы с быстрой ОЗУ, и не самые высокие частоты, которые даже под разгоном не всегда достигали 4 ГГц. Разумеется, с выходом новых поколений Ryzen предыдущие дешевели, и сейчас трехлетний флагман AMD Ryzen 72700 можно найти на Алиэкспресс всего за 12-13 тысяч рублей. 8 ядер и 16 потоков, частота под 4 ГГц, разве это не подарок? Нет. За эти же деньги можно взять 6-ядерный Ryzen 5 3600, который в играх будет на 10-20% быстрее, из-за более новой архитектуры Zen 2 и возможности работы с более быстрой ОЗУ. Кстати, если посмотреть на динамику цены, 3600 сейчас стоит столько же, сколько он стоил на старте продаж 2 года назад с долларом по 65. Есть над чем задуматься. Цены и полные характеристики с отзывами, обзорами, обсуждениями можете посмотреть на e-каталог. Ссылку, по традиции, на все процессоры из ролика я оставлю в описании. В общем, первые 8-ядерные Ryzen 1000 и 2000 линеек давайте оставим дешевым рабочим станциям, где они действительно играют мускулами. Игры же требуют более высокую производительность на ядро и меньшие требовательны к количеству ядер. С выходом 5 лет назад архитектуры Skylake и 6-го поколения процессоров Intel на них решили обновиться многие. И это неудивительно. Это был серьезный прорыв в производительности, сравнимый с легендарным вторым поколением. К тому же эти CPU обзавелись поддержкой DDR4. Да чего уж там говорить, даже достаточно свежие решения Intel 10-го поколения базируются на все той же архитектуре. И лишь в 11-м компания решила ее обновить. Разумеется, тогда далеко не все побежали в магазин за мощными Core i5-6600 или Core i7-7700. Многие остановились на простеньком двухъядерном Core i3-6100 или четырехъядерном Core i5-6400. На момент выхода это было разумно. Тогда никто не знал, что буквально спустя год AMD представит своих восьмиядерных монстров. И вновь началась ядерная гонка. Четырехъядерные CPU без гиперпоточности и тем более двухъядерные процессоры сейчас могут в играх очень немного, радуя владельцев постоянными фризами и лагами. И менять полностью ПК также сейчас хотят не все. Поэтому возникает, казалось бы, разумная мысль. А почему бы не купить вместо Core i3 топовый Core i7-7700K, который в современных реалиях еще более-менее тащит? Тем более они все еще продаются. Ну да, 30 тысяч – деньги немалые, но все равно дешевле, чем полкомпьютера менять. Однако на деле есть варианты куда интересней. Как мы знаем, Intel любит менять сокет раз в два поколения. Однако индусские инженеры в конец обленились и для восьмого поколения Intel, они же и Coffee Lake выкатили по сути старый сокет, назвав его LJ-1151-V2. Пользователи быстро поняли, что разница между первым и вторым поколением настолько мала, что можно легко на старых платах запускать новые шести- и даже восьмиядерные CPU. Это называется Coffee Mode. К примеру, если у вас добротная плата, например, на H170 чипсете, ваш предел это не четырехъядерный Core i7-7700K, а восьмиядерный Core i9-9900K, который мало того, что вдвое быстрее, еще и стоит столько же. А если купить его инженерную версию с Алиэкспресс, то и вовсе выйдет дешевле. Но не всем подходит перепрошивка BIOS и временами даже аппаратная доработка платы, есть выход еще проще. Покупка инженерного процессора под LJ-1151. Например, четырехъядерный Core i7-7700ES. Обойдется он вам в 11-12 тысяч рублей. Да, он будет на 15-20% медленнее в играх, но и стоить он будет в три раза дешевле. Так что если вы хотите продлить жизнь своему ПК без серьезного апгрейда, это ваш выход. До выхода Ryzen у красных была другая интересная линейка процессоров AMD FX, которая также имела и 6- и 8-ядерные CPU. Правда, ядра там были не совсем честные, но все равно такие мощные решения в 2011 году казались многим избыточными, поэтому массовые сборки делались на четырехъядерных FX 4000 линейке. Думаю, и говорить нечего, что в современных реалиях они не могут совсем ничего, кроме онлайн-проектов. И при этом восьмиядерный FX8320 на Али можно найти всего за 4-5 тысяч рублей. Это ж выгодный апгрейд. На самом деле нет. Все дело в том, что эти процессоры кипятильники, и чтобы они хорошо ощущали себя в современных играх, нужно гнать как их самих, так и память. Как итог, если на недорогую плату с чипсетом 760G, которая неплохо тянула 4-ядерный FX4320, воткнуть 8-ядерный FX8320, то на ее цепях питания и севернике можно будет жарить яичницу, и долго 10-летняя плата в таком режиме не протянет. Поэтому для разгона 8-ядерных FX лучше искать решение на чипсете 990, а эти платы в современных реалиях редкость и просят за них космические деньги. Так что в каком-то смысле апгрейда на AM3 Plus нет. Если вы изначально взяли хорошую плату, то скорее всего у вас уже и так один из топовых процессоров AMD тех лет, а если вы сэкономили, тем самым вы закрыли себе возможность обновиться. Несколько лет назад IT-RUNET накрыла волна Xeon. Их предлагали как возможность продлить жизнь сокету LGA775, известным по процессору Core Duo и Quad, и сокету LGA1156, на котором работают легендарные Core i первого поколения. Предложения выглядят заманчиво. Буквально за несколько сотен рублей можно взять 4-ядерный, переделанный под LGA775 Xeon E5450, который вдвое быстрее массовых Core Duo под этот сокет. Это же интересное предложение? Для игр нет, так как эти процессоры ни последние SSE, ни AVX не поддерживают. Как итог, большинство топовых игр пары последних лет на них просто не запустятся. А те, что запустятся и 30 FPS выдавать не будут. Все-таки этим процессорам пошел второй десяток лет, и для игр они не подходят. Аналогично мертвый сокет LGA1156, поддерживающий процессоры Intel первого поколения, хотя дела тут обстоят все же лучше, чем с LGA775. Конечно, сменить популярный двухъядерный Core i3 540 на четырехъядерный Xeon X3440 можно и прирост производительности вы увидите. Но вот в игрушках вам это не поможет. Из-за низкой производительности в том же Cyberpunk 2077 даже при ходьбе не всегда получится достичь стабильных 30 FPS. При стрельбе и езде по городу вы вообще будете себя ощущать владельцами PS4 на момент релиза игры. Говоря простым языком, даже 20 FPS будет не всегда. Intel Core первого поколения и соответствующий Xeon не поддерживают инструкции AVX. Пока что игры все еще можно запускать без них, но во все большем количестве проектов они уже используются. Поэтому лучше все же отказаться от покупки таких старых CPU для игр. Сокет AM4 выдался у AMD очень интересным. На нем работают процессоры HPT архитектур, таких как Bristol Ridge, Zen, Zen Plus, Zen 2 и Zen 3. И первая из них явно выбивается. Все дело в том, что по сути это родственники AMD FX с видеоядром, заточенные под работу с DDR4 на новом сокете. Они покупают своей ценой, особенно если вы собираете ПК на вырост, планируя заменить процессор на более мощный позднее. Например, за двухъядерный AMD A6 9500 вместе со встроенной графикой Radeon просят менее 5000 рублей. Однако брать их не стоит по одной простой причине. Они действительно имели смысл на заре существования AM4, когда на архитектуре Zen были только Ryzen. Уже несколько лет на ней выпускают и Athlon, такие как 200GE и 3000G. И они оказываются ощутимо быстрее как в играх, так и рабочих задачах. Причем разница временами двухкратная. К тому же Bristol Ridge могут завести вас в ловушку. У ранних плат под Ryzen мало памяти для UEFI, из-за чего при добавлении новых процессоров нередко выкидывается поддержка старых. Кто идет под нож? Правильно, FX-оподобный Athlon. Поэтому есть шанс того, что перескочить с них на, например, Ryzen 3600 без промежуточного Ryzen 1 или 2 поколений может не получиться. Разумеется, с Athlon на архитектуре Zen таких проблем нет. Ну и пройдемся по свежатинке. Шестиядерные, шестипоточные процессоры пару лет назад стали достаточно популярными среди геймеров. Взять тот же Core i5-9400F, который выгодно смотрелся в сравнении с предыдущим четырехядерным Core i5 и догонял некогда топовый Core i7-7700K за в два раза меньшие деньги. Поэтому, когда стало известно, что AMD готовит шестиядерные, шестипоточные CPU на архитектуре Zen 2, казалось, они будут хитом. Однако в итоге все оказалось ровным счетом наоборот. И Ryzen 5 3500 и 3500X стали скорее изгоями. Все дело в том, что сейчас за те же деньги можно взять также шестиядерный, но уже двенадцатипоточный Core i5-10400F, который очевидно быстрее. Кроме того, эти Ryzen AMD изначально выпустила лишь как OEM-модели, то есть доступные только для готовых сборок. Видимо, компании нужно было сбыть брак кристаллов, но при этом сильно падать в цене не хотелось. Как видите, не очень хороших процессоров к покупке хватает, но еще больше хороших процессоров. Если вам нужен такой ролик, напишите об этом в комментариях. Те процессоры, которые мы рекомендуем, будут по ссылке в описании, переходите, тем самым вы поможете каналу, даже если ничего покупать не будете. На связи был МК, не забывайте, что у нас есть паблик, он будет в описании. Я с вами прощаюсь, меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok